Обменный курс похож на случайное блуждание. Это позволяет довольно точно предсказать, что будет с рублем. Дальше all bets are off, то что называется. Все правила отменяются после этого. Мы живем в эпоху, когда экономическая эффективность не является главным приоритетом. Главный фактор это то, насколько ты сможешь подстраиваться к шопам. В этом мире будет хуже жить для всех. Это экономическое чудо, о котором мало говорят, мне кажется, незаслуженно. 10 лет без роста гораздо хуже, чем одномоментный кризис, с которым происходит быстрый выход. Никто не ожидал, насколько быстро Европа сможет отказаться от российского газа. Это вот некоторая новость для экономистов. Это страна, в которой полностью разрушены почти все институты государства, кроме макроэкономической политики. Это совершенно уникальная ситуация. Система находится под огромным количеством стрессов с разной стороны. Кризис не придет из экономики. Всем привет, это Forbes Talk. Сегодня у нас в гостях российский и американский экономист, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и первый россиянин, награжденный медалей Джона Бейтса-Кларка Олег Ицхоки. Олег, здравствуйте. Добрый день, Лена. Что за медаль и за что вам ее дали? Ну, это награда дается экономисту, работающему в Америке до 40 лет. За вклад, за все предыдущее время работы. Не за какую-то одну конкретную работу, а за все статьи опубликованные, написанные до 40 лет. Ваш научный интерес, обменные курсы, валюты? Международная экономика в целом. Ну, вот последние статьи, последняя серия статьи была про обменные курсы. Правильно ли я понимаю, что предсказать обменный курс валюты в принципе невозможно? Ну, это не совсем так, но в первом приближении это хорошая аппроксимация. То есть обменный курс похож на случайное блуждание. Это некая дисциплина, которая накладывается на него финансовым рынком. Если бы это было не так, то, соответственно, была бы возможность получить прибыль торгуя обменным курсом. Финансовые рынки как раз гарантируют, что такой простой прибыли получить невозможно, поэтому он должен выглядеть близко к случайному блужданию. Поэтому, как правило... Случайное блуждание. Давайте мы для наших зрителей скажем, что такое случайное блуждание. Это курс валюты сегодня плюс некая случайная добавка. Завтра он может быть чуть больше или чуть меньше. И валютный курс получается, это очень волатильная перемена, оно все время куда-то двигается, но сказать, что он будет двигаться вверх или вниз, это примерно 50 на 50. Это касается всех валют? Почти всех валют. Есть небольшое количество валют, которые мы умеем предсказывать. Но в целом это те, которые связаны с природными ресурсами, то есть страны, которые экспортируют природные ресурсы. Их курс валют, как правило, близко связаны с ценой на природные ресурсы. Дирхам, например. Да. Просто привязан к доллару. В Саудовской Аравии, это реал, он, например, фиксирован. Но во многих других странах, которые экспортируют нефть, например, в Канаде, курс плавающий. И канадский доллар, он двигается очень четко с ценой нефти, например. Россия – это такой промежуточный вариант, где на большие флуктуации цены на нефть, значит, курс рубля двигается, но в периодах между большими флуктуациями его поддерживают примерно на стабильном уровне. Но вот между 2015 и 2022 годом он был примерно все время 70 рублей, правильно? А когда произошел большой шок в 2014-2015 году, то он обесценился в два раза. Но его же тогда отпустили свободно. Да, да. Как раз вот в те моменты, когда происходит большое движение цены на нефть, российский рубль отпускают. Но это все имеет отношение к дох**ным временам. Сейчас все по-другому. Сейчас что представляет собой российская валюта и можно ли предсказывать ее курс? Да, но сейчас как раз финансовый рынок не дает дисциплину курсу рубля, потому что нет хедж-фондов, других финансовых институтов, которые бы торговали на курсы валюты на рубле, потому что фактически инвестировать в российскую экономику никто не решается, ну и, соответственно, не получается шахтить его. Поэтому курс, такая уникальная ситуация, он определяется текущим торговым балансом и оттоком капитала двумя факторами. Вот все время, значит, это баланс между торговым профицитом, который есть по-прежнему, и оттоком капитала. Если в периоды, когда отток капитала больше, чем торговый профицит, курс дешевее. И вот то, что мы видим с лета 2022 года, что все время как бы торговый баланс ухудшается, ток капитала остается достаточно высокий, и поэтому такое постепенное подешевление рубля, которое можно прогнозировать, будет продолжаться. Иными словами, курс рубля предсказать можно? Мы написали модель, которую мы калибрировали в августе месяце, и она хорошо работает последние 6-7, уже 8 месяцев. Это ваша последняя работа? Это модель, которую мы написали с моим соавтором совершенно для других целей, но когда началась и были введены санкции, то ее было очень легко использовать для этого эпизода. И она предсказывает довольно точно, что происходит с рублем. Она говорит, что к концу года... Наш любимый вопрос, что мы разумеем к концу года? Ну, если верить нашей модели, откалиброванной прошлым августом, естественно, если появляются новые события, то ее надо рекалибровать. Она говорит, что будет, по-моему, то ли 90, то ли 95 к концу года. И предсказание построено просто на прогнозе торгового баланса. То есть мы понимаем, что импорт восстановился, и тут у экономистов были довольно точные оценки, что к концу 2022 года импорт должен восстановиться. Так и произошло. А экспорт постепенно падает. Ну и вот мы сделали некоторое предсказание о том, с какой скоростью будет падать экспорт. Это позволяет довольно точно предсказать, что будет с рублем. Сейчас модель говорит, что он должен быть там 80 рублей за доллар. Ага. Я посмотрела одну из ваших работ. Ну, признаться, мало я что там поняла. Много формул, действительно, много параметров. Но у меня возник следующий вопрос. А вы хотите найти священный крааль и понять, как все-таки курсы зависят от чего? Найти переменные, научиться их предсказывать? Ну, как раз вся идея состоит в том, что в равновесии, скорее всего, предсказывать нельзя. Это свойство обменного курса. Поэтому, если бы я работал на финансовом рынке, я бы искал способы найти возможность предсказать валютные курсы, как-то создать торговую стратегию на этом. Да, вот это первое, что приходит в голову. Ну, я к этому не имею отношения. Я предполагаю, на самом деле, сложные вопросы, связанные с обменным курсом, они не в том, что его нельзя предсказывать сиюминутно, на интервалах недели или месяцев, где в основном можно заработать деньги. А большая проблема с обменным курсом, что он не выглядит, что он сильно связан с какими-то фундаментальными факторами. Хоть с чем-нибудь. Да, и как раз нужна модель, в которой, с одной стороны, обменный курс, он играет важную роль, потому что, если обменный курс двигается, это влияет на товары, на экспорт и на импорт. Влияет на торговый баланс, бюджетные ограничения для страны. Но, с другой стороны, валютный курс, кажется, не очень связан с макроэкономическими переменами. Как раз сложность состоит в том, чтобы написать такую модель, где это так получается в равновесии. И потом дальше, если есть такая модель, то можно, например, задавать вопросы, какие издержки или выгоды от, например, валютных союзов, как Евросоюз. То есть, если у тебя нет такой модели, то, например, анализировать, каким издержкам приводит Евросоюз, очень сложно. А, ну то есть, создали единую валюту, а полезно это или вредно, до сих пор не знаю. Да, для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужна модель, которая может хорошо, по крайней мере, объяснять базовые факты об обменных курсах. И вот для экономики это была сложная задача, нерешенная. То есть, это то, как раз, где мы работали последние, вот сколько, 7 лет с моим... Да, там именно евро и доллары вы оцениваете. Это абстрактная модель, она, в принципе, может быть примена для любой валюты. Но вот наша последняя статья, она как раз про оптимальную политику. То есть, мы спрашиваем, в каких условиях страны должны иметь плавающий курс, в каких условиях должны иметь фиксированный. Ну, весь смысл состоит в том, что наша базовая теория предсказывала, что плавающий валютный курс должен доминировать. Почти все страны должны хотеть плавающий. Ну, это же как бы... На практике это не так. Из 180 валют 80 фиксированы. К доллару еще какое-то существенное количество фиксировано к евро. И это такая некоторая загадка для экономики. Она называется fear of floating. Почему страны боятся плавающих валютных курсов? Вот. Ну, а как раз наша работа... Причем загадка? Вы имеете в виду, что те страны, которые имеют не плавающий валютный курс, они по-прежнему хорошо себя чувствуют? И это никак не влияет на... Вопрос в том, почему центральные банки делают такой выбор. Если плавающие валютные курсы лучше, то почему многие центральные банки отказываются от этого? У нас было некоторое частичное понимание этого вопроса. Но основная модель, которая использовалась до этого, она моделировала издержки от фиксированного курса. То есть, валютный курс должен подстраиваться, когда происходят шоки, валютный курс меняется и позволяет странам эти шоки абсорбировать. Но не было очевидно, какие издержки валютного курса. И вот вторая часть нашей модели, которой не было раньше в предыдущей литературе, это то, что излишние колебания валютного курса, во-первых, они естественно возникают. То есть, вот эта большая волатильность, это естественное свойство равновесия. Если бы ее не было, было бы много желающих заработать на валютном курсе. Эта волатильность, она не позволяет, она как раз создает равновесие, когда, ну, например, банки не хотят слишком сильно спекулировать валютным курсом. Эта волатильность их отпугивает. Но обратная сторона этого, что эта волатильность осложняет странам то, что теоретически мы называем risk sharing, что страны должны хеджировать друг друга. Но вот когда курсы такие волатильные, то страны не могут эффективно хеджировать риски. И поэтому фиксированный валютный курс, он улучшает качество работы финансового рынка, улучшает возможность странам покупать, ну, условно говоря, можно назвать страховку. Страны могут друг друга страховать. Если бы не было волатильности валютного курса, это было бы гораздо проще сделать. И вот поэтому это задает такой трейд-офф, что для многих стран финансовая волатильность более опасна, чем, значит, вот фиксированный валютный курс, который не позволяет рынку товаров подстраиваться. То есть это вот конфликт между рынком товаров и финансовым рынком. То есть, может быть, зря мы отпускали рубль свободное плавание? Ну, на самом деле, рубль это очень, как раз это одна из классических валют, которая, то, что мы бы назвали managed float. Это не полный, это не фиксированный курс, но это курс, который за счет там бюджетного правила или за счет прямого таргетирования не был в свободном плавании. Он не был волатильной валютой. То есть, в течение вот восьми лет до и он между двумя эпизодами он не был волатильной валютой. На него можно было хорошо положиться, ты мог знать, что в течение многих лет, наверное, будет оставаться около семидесяти. А вы свою модель применили же к Евросоюзу? Если коротко, нужна была единая валюта? У евро есть большие преимущества и большие издержки. Как раз все время идет дискуссия о балансе этих издержек и преимуществ. Очевидный пример как раз был долговой кризис 10, 11, 12 года. Страны Южной Европы, которым нужно было проводить то, что называлось астерити, то есть затягивать пояса, снижать потребление, снижать зарплаты как-то. В условиях плавающей валюты у них была бы просто девальвация. То есть, там, Греция бы, видимо, должна была девальвировать свою валюту вдвое, а Испания там на 50 процентов и так далее. Это невозможно сделать в условиях единой валюты. Ну, а, естественно, обратная сторона этого, это вот как раз то, что называется риск-шерен, то, что эти страны получали большой приток капитала до кризиса. И это преимущество с точки зрения этих стран. До 99-го года, до появления евро, этих потоков капитала между, скажем, Германией и Испанией их не было. Они сильно выросли вот после появления евро. Это как раз преимущество. Ну, а другие преимущества, о которых мы тоже часто говорим, ну, например, большое преимущество США это большой рынок, большой рынок финансовых инструментов в долларах. Это позволяет заимствовать по более низким процентным ставкам. Евро этого пока не смогло достичь. То есть, в целом, в какой-то перспективе евро должно конкурировать с США, создав большой рынок. Но вот как раз из-за того, что это разнородные страны, то есть, Германия должна объединиться со странами Южной Европы, чтобы создать евро, то это пока не создало такого надежного долгового инструмента, что в будущем, вероятно, произойдет и снизит, соответственно, цену заимствования для всех этих стран. Кто вообще может подвинуть доллар с пьедистого? Ну, это естественные процессы. То есть, надо четко понимать, что это равновесие, в котором совпадает огромное количество факторов. В этом смысле нету никакого одного большого агента, который мог бы это равновесие поменять. Но это равновесие меняется со временем. Это занимает десятилетия, часто столетия. Предыдущей глобальной валютой был фунт. Это было до 30-х годов 20-го века. То есть, последние 100 лет доллар доминирующая валюта. Валюта имеет свойства на разных рынках. Это рынок товаров, где, значит, страны торгуют между собой, им надо придумывать, в какой валюте торговать. Это финансовый рынок, где, значит, вот заимствование и финансирование тоже в разных валютах происходит. Это, значит, то, что мы обсудили чуть-чуть про фиксированные валюты, в какой валюте центральные банки хотят их фиксировать. То есть, они могли бы фиксировать к доллару, могли бы к евро, могли бы к юаню теперь. И это валюта, в которой держат резервы многие страны. Четыре, наверное, основных области. И это не случайно, что одна и та же валюта доминирует во всех этих четырех областях. То есть, например, если ты используешь много валюты в торговле, фирмы используют много валюты в торговле, центральному банку выгодно стабилизировать курс к этой валюте. Если центральный банк стабилизирует курс, то в этой валюте становится, соответственно, выгодно держать резервы и государственным учреждениям, и частным. Ну и точно так же, если у вас есть валюта, которая считается надежной финансовым рынком, то эта валюта, как правило, укрепляется во время кризисов, и она дает страховку. Поэтому все считают, что это надежные активы. И все это происходит в равновесии. Невозможно это равновесие какому-то одному агенту в экономике разрушить. Но постепенно, вот например, Китай становится, он стал самой большой страной в торговле, вторая экономика по размеру, соответственно, мы ожидаем, что юань будет занимать все большую роль. И в какой-то момент, возможно, юань станет одной из глобальных валют. Пока это еще не так, но там на участке следующих 20 лет, возможно, юань станет глобальной валютой, но наравне с евро и долларом. В 2022 году рынок пережил кризис, а 30% российских компаний открыли для себя новые возможности. У кого-то сломались процессы и упали продажи, а кто-то наоборот так резко масштабировался, что не смог справиться с бурным ростом. Чтобы сохранять баланс, нужно учитывать внешние и внутренние факторы, ситуацию в государстве, бизнес-процессах, дебиторку и кассовые разрывы. Должен быть тот, кто управляет ситуацией, а не позволяет экономике уничтожить выстроенную вами систему, за которой стоят люди и огромные вложения. Сохранять стабильность это навык, которому можно научиться. Академия Эдисон разработала практический курс директор по экономике и финансам. На курсе преподают специалисты из высшей школы экономики из Колкова, а также представители различных крупных компаний. Программа 2023 года актуальные инструменты управления и оценки рисков экономика. За 8 месяцев вы сможете построить стратегию развития и масштабировать процессы. Научитесь финансовому и экономическому анализу деятельности организации. Освоите управление себестоимостью и ценообразованием. Поймете, как контролировать продажи, логистику и закупки. Систематизируете все виды отчетности. Заниматься можете в удобное время, а обновления будут доступны бесплатно. Результат увидите сразу. Академия Эдисон также предоставит шаблоны документов, чтобы вы систематизировали отчетность и держали все в порядке. После курса сможете вывести свой бизнес на новый уровень или претендовать на повышение, если работаете в найме. HR-специалисты Академии Эдисон помогут создать резюме и подготовиться к собеседованию, а лучших порекомендуют компаниям-партнерам. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании к этому видео и вложите в свой капитал уже сейчас. По промокоду Forbes действует скидка в 60% плюс личная консультация с экспертом курса. Если отвлечься от моральных аспектов, что говорит о долларе как резервной валюте тот факт, что резервы заморожены были у России, у того же Ирана, если там вернуться немножко назад. Да, нет, невозможно отвлечься от основной фактор. От моральных аспектов? Нет, это основной с моральной точки зрения это плохо. А если посмотреть на чистую экономику? Да, чистая экономика связана с тем, что есть некоторый контракт, в частности, этот контракт, который ООН должна гарантировать, это контракт говорит о том, что страны не должны менять границы других стран военным образом. Это некоторый базовый контракт, который существует с 1945 года. Это основа архитектуры безопасности в мире. А экономика, это производная геополитические отношения определяет экономику в этом смысле. В этом смысле заморозка резервов это был прямой ответ на начало. Как это нарушает равновесие? Как раз мой аргумент состоит в том, что это не нарушает равновесие. А нарушила равновесие, а это естественный ответ. Очевидно, что когда происходит нарушение каких-то базовых правил, то дальше мы должны были ожидать огромное количество дефолтов. Ну вот, в частности, заморозка финансовых активов это некоторые дефолтные обязательства. Но шок, который привел к этому, это начало то есть тут по-другому об этом нельзя думать. В этом смысле это не нарушает статус-кво. Это просто говорит о том, что дальше все all bets are off, то что называется, все правила отменяются после этого. Ну, нужно четко понимать, что самых мощных финансовых, экономических санкций не было, но были существенные санкции, которые являются, ну, я не знаю, насколько это можно говорить, что это пропорциональный ответ или меньше, чем пропорциональный, но это естественный ход событий. В этом смысле важно подчеркнуть, что, например, на стратегию Китая, в какой валюте они держат резервы, это не должно влиять напрямую. Не должно или не влияет? До тех пор, пока Китай не планирует начинать агрессивную войну на территории других стран, то прецедента, что его резервы будут заморожены, нет. Если Китай планирует войну в Тайване, то, естественно, будет заморозка активов. Это все зависит не от того, что произошло с Россией, а от тех планов, которые есть у Китая. Если Китай будет... Ну, да, Россия здесь, в общем, один из эпизодов. Да, в этом смысле я считаю, что это не влияет на архитектуру финансовых отношений. То есть это условия игры? Да, и в этом смысле, естественно, Китай, если он планирует военный конфликт в Тайване, то ему придется до начала этого конфликта скорее всего избавиться от своих долларовых резервов. Вот, давайте тогда про Китай обсудим, потому что тут меньше эмоциональных всяких вещей, и, может быть, проще про это будет говорить с чисто экономической точки зрения. Допустим, Китай начнет войну в Тайване. У него заморозят резервы, он не успеет там что-нибудь вывезти или не выведет. Каким образом это повлияет на вашу модель? Ну, заморозка финансовых активов будет меньшей проблемой мира. Это будет маленькая проблема, связанная с этой войной. То есть надо понимать, что Тайвань это основной производитель чипов для всех телефонов. Если эта война начнется, это будет глобальный экономический кризис, который мы никогда не видели. то есть то, что мы видели во время пандемии, когда была некоторая задержка на, например, чипы, когда автомобильная отрасль остановилась, это будет казаться таким маленьким предупреждением о том, что может перейти. Поэтому никто о финансовых санкциях так глубоко думать в этот момент не будет. Будут гораздо большие проблемы, которые надо решать. Ну, давайте мы с вами сейчас подумаем, пока все не началось, пока есть возможности. Ну, вот остановится большое количество производств, которые не работают без полупроводников. И в этом смысле вот то, что в Украине действительно изменило, это то, что страны задумались, что они слишком были не диверсифицированы в отношении полупроводников. То есть сейчас очень быстрыми темпами строятся заводы по производству полупроводников и в Америке, и в Европе, чтобы гарантировать как раз, что конфликт в Тайване не приведет к остановке экономики. То есть готовятся к войне в Тайване? Закладывают его как потенциальный вариант и есть такое понимание, что полагаться на вот один этот мегазавод полупроводников в Тайване невозможно, но действительно надо понимать, как устроен это производство. Это производство требует огромных фиксированных издержек, оно использует аппаратуру машины, которые стоят сотни миллионов долларов. Поэтому налаживать такое производство во многих местах слишком дорого. Это производство, которое вынуждено быть сконцентрировано. Но оказывается, что полагаться полностью на небольшое количество заводов в Азии, где основной производитель это Тайвань, это слишком опасно в современном мире, в мире последних десяти лет. И поэтому действительно происходит такая диверсификация, то, что по-другому иногда говорят, фрагментация международной торговли, когда страны не хотят так сильно полагаться на вот эту диверсифицированную международную торговлю, хотят себя защитить от потенциальных шоков. Пандемия была первым примером, когда... Вот кажется, что идет такой процесс. Этот процесс, пандемия просто дала некоторый опыт, какие шоки могут произойти. Но вот в Украине главное ее последствие, мне кажется, это осознание вот такой хрупкости этой торговой системы, которая построена на полной диверсификации торговых потоков, на этих global value chains, где в целом страны могли полагаться на одного очень эффективного поставщика, ну, например, полупроводников. И происходит отход, это снижает экономическую эффективность, но сейчас вот последние несколько лет и будущие несколько лет, они построены на том, что эффективность это не главный фактор, а главный фактор это то, что называется там резилинс, это то, насколько ты сможешь подстраиваться к шокам. И это фактор, который важен теперь и для Китая, если он будет отрезан от мировой экономики, они хотят построить тоже вот такую резилинт экономику. Это фактор для западных стран, которые понимают, что, значит, ну, вот холодная война с Китаем, это, если еще не реальность, то с большой вероятностью что-то, что произойдет в ближайшее время. Как будет выглядеть в таком случае мировая экономика? Вот сейчас у нас все глобально. Потоки, завод в Китае, я не знаю, программисты в Индии, и все вот так вот это работает, а штаб-квартира в Нью-Йорке. Как будет выглядеть? Да, ну, это будет чуть-чуть похоже на холодную войну с Советским Союзом, когда были страны западного блока, страны восточного блока и страны третьего мира. страны третьего мира будут торговать и с Китаем, и с западным миром, а прямой торговли между Китаем и западными странами будет намного меньше. Это вполне возможный вариант. Пока этого не произошло, но очевидно, что уже происходит ограничение, ну, например, обменом технологий. И в этом смысле этот мир будет, в этом мире будет хуже жить для всех, товары будут дороже, производство будет менее эффективным, но это не будет главным приоритетом. Мы живем в эпоху, когда экономическая эффективность не является главным приоритетом. Из-за этого будут больше экономические издержки для всех, но страны таким образом будут достигать своих каких-то геополитических целей. Ну, например, для западных стран слишком опасно становится полагаться на страну, в которой не просто авторитарный режим, но становится персоналистским. То есть Китай прошлой осенью фактически завершил переход от авторитарного режима к персоналистскому. То, что происходит в персоналистских режимах, мы, значит, видим на опыте России. Соответственно, западные страны не хотят таким образом рисковать. Им выгоднее построить менее эффективную экономику, которая не полагается на торговлю с Китаем, но при этом не рисковать взаимоотношениями со страной, где есть авторитарный лидер, который может, ну, например, начать войну где-то. Это то, куда движется мир сейчас. Вы в 2021 году были одним из авторов доклада «Застой-2». В нем, в частности, вы написали, зачитают стату, «До недавнего времени считалось, что единственный возможный способ для успешного экономического развития до уровня развитой страны это европейский путь к либеральной демократии». Как раз к нашим персональскому режиму. «В последние 20 лет быстрее растут страны с институтами неевропейского типа, которые не являются либеральными демократиями. Китай и некоторые другие азиатские страны. И в скором будущем страны с неевропейскими институтами будут производить больше половины мирового ВВП». Да, совершенно справедливо. Это некоторый новый факт для мира. То есть, до, скажем, 2005 года страны западного типа доминировали в экономике полностью. на США, Европу и Японию приходилось больше двух третей мирового ВВП. Сейчас Китай это порядка 18% мирового ВВП. В целом, помимо того, что растет Китай, основной он делает вклад в этот тренд. Помимо этого, в многих странах происходит ухудшение качества институтов. Даже в развитых странах происходит снижение качества институтов. Поэтому, в целом, ВВП все больше и больше производится в странах, в которых не такое высокое качество политических институтов, например, это некоторые тренды, которые мы видим из данных, возможно, в какой-то момент больше половины ВВП будет произведена странами с недемократическими режимами. Это новый мир, в некотором смысле, в котором мы никогда не живем. Звучит как глобальный слом какой-то. Да, но надо понимать при этом, что по-прежнему, если мы будем смотреть на ВВП, на душу населения, то Китай по-прежнему примерно в 4-5 раз беднее, чем западные страны. И в этом смысле Китай это очень большая страна, в ней очень большое население, но уровней благосостояния, которые есть на Западе, Китай по-прежнему не достиг. Поэтому это остается открытым вопросом, можно ли достигнуть таких уровней благосостояния без институциональных реформ. Классический пример в этом смысле это Южная Корея, которая не была демократии 40 лет назад. Это был вполне себе авторитарный режим, капиталистический, но авторитарный режим. И по мере того, как Корея, вот сейчас она стала в полной мере развитой страной, в ней произошла демократизация. Поэтому последний пример страны, которая достигла высоких уровней благосостояния, в ней каким-то своим путем они пришли к институтам, похожим на западные либеральные демократии. Если вы помните, несколько лет назад в Корее был объявлен питчмент президенту за относительно небольшую взятку. Она дочка как раз их диктатора 70-х годов. И, значит, вот ее судьба совершенно другая от судьбы ее папы в этом смысле. Дальше, если мы посмотрим, многие люди забывают, но мне кажется, это очень важный факт, который мы тоже обсуждали в докладе, где произошло чудо экономическое за последние 20 лет. Это страна Центральная Европа. Каждая страна по отдельности маленькая, но в целом, как регион, он достиг совершенно уникального уровня благосостояния с точки зрения переходных экономик. Например, Чехия вплотную подошла к уровню благосостояния Франции. Там примерно 95% ВВП на душу населения от Франции. Польша, Словакия находятся чуть-чуть позади. Венгрия, но факт, о котором мало кто знает, что Румыния, страна, которая в Восточном Блоке всегда была одной из бедных, была в два раза беднее, чем Советский Союз, например, уже лет пять назад обогнала Россию по ВВП на душу населения. Ее траектория очень похожа на траекторию Польши. И, значит, через 10 лет она, видимо, станет такая же богатая, как страны Западной Европы. При этом во всех этих странах не было роста неравенства, как мы наблюдали на постсоветском пространстве. И вот это экономическое чудо, о котором мало говорят, мне кажется, незаслуженно. И все эти страны, был очевидный фактор, почему это произошло, потому что они притягивались институционально к Евросоюзу. То есть Евросоюз задавал якорь, и эти страны, у них было 30 лет относительно не быстрого, но постоянного роста в 4-5%. И этого достаточно, чтобы достигнуть таких высоких уровней благосостояния. Пока Китаю до этого еще очень далеко. И в этом смысле есть большой вопрос, сможет ли Китай пройти этот путь вообще. Если, например, раньше прогнозы, что Китай обгонит США, казались неизбежными, все говорили о том, что это придет в ближайшие 10 лет, 20-е годы, то сейчас все эти прогнозы сдвинулись как минимум на 10 лет вперед. Либо многие организации, которые делают такие прогнозы, говорят, что это, возможно, никогда не произойдет. И вот это тот большой вопрос, который есть. Если бы мы говорили с вами 5 лет назад, это казалось неизбежностью. Сейчас мы видим, что в Китае происходит тоже уход от экономической эффективности, падение темпов экономического роста. Это связано с тем, что они переходят к авторитарному режиму, и вопрос эффективности экономики уходит на второй план. В этом смысле это по-прежнему открытый вопрос. Но нельзя сделать такой вывод, что Китай продемонстрировал возможность роста до уровня развитых стран без демократизации политической системы. У нас пока нет заповозна. Главное, чтобы Россия сейчас это не продемонстрировала. В России все намного хуже в этом смысле. Иначе очень плохой прогноз для наших всяких ценностей, связанных с правами человека и так далее. Начнется. Россия очень интересный случай, о нем стоит поговорить. Это страна, в которой полностью разрушены почти все институты государства. Да. Кроме макроэкономической политики. Это совершенно уникальная ситуация. Как правило, макроэкономика улучшается гораздо раньше, чем, например, страны теряют то, что называется rule of law, независимую судебную систему, выборы. В России все это пропало намного раньше, чем началась макроэкономическая нестабильность. Действительно был застой, поэтому наш заклад назывался «Застой-2», но при этом была уникальная макроэкономическая стабильность, например, если мы смотрим на сравнимые страны Латинской Америки, то они флуктуируют между периодами инфляции, гиперинфляции к периодам относительной стабильности, потом возвращаются к инфляции, экономический рост иногда очень высокий, иногда падает, и это все происходит на фоне каких-то финансовых кризисов. Вот макроэкономическая политика в России всего этого избежала. Это в некотором смысле не случайность, потому что страны, экспортирующие нефть с 2000 года, с 2003 года находились в условиях, где-то относительно несложно сделать, из-за того, что цены на нефть были постоянно высокими. Даже падение, которое произошло до 40 долларов, по историческим меркам это по-прежнему не низкие цены на нефть. Но это требовало накопления резервов, резервного фонда и не использования его, не растраты его. Иначе действительно правительство Путина как-то гарантировало, что в условиях того, что все остальные институты государства разрушились за это время, макроэкономическая стабильность оставалась. Это некоторый действительно уникальный случай. Если вернуться к вашему докладу про застой, нет ли у вас ощущения, что вот тот застой, который случился, собственно, о котором вы пишете и привел в итоге к событиям 2014 и 2002 года как попытки найти ответ на происходящее? Там вы приводили три сценария и все они, в общем, не отличались никаким оптимизмом. Либо медленное гниение, либо просто катастрофа. Ну, смотрите, то, что мы уже имеем из исторических данных. С 2008 года в России не было экономического роста. Он был в пределах одного процента. То, что мы говорили про страны Центральной Европы, они росли весь этот период примерно 4-5 процентов в год. Это такой некоторый минимальный темп, который нужен для того, чтобы сокращать разрыв ну, каким-то разумным темпом. Мировая экономика растет 4 процента в год, а развитые страны растут 2-2,5 процента в год. Чтобы не расти медленнее, чем мировая экономика, надо расти быстрее, чем 4 процента в год. В России рост был между нулем и одним процентом. С чем это связано? Экономические реформы, которые были в некотором смысле приоритетом для путинского правительства в его первом сроке, серия довольно удачных экономических реформ, то к третьему сроку приоритетом стало сохранение власти. Было очевидно, что эта экономика отдается в жертву этому. Вот это вот меньше 1 процента роста, это естественный результат. И ни для кого он не был сюрпризом в этом смысле. И то, что мы как раз писали в докладе, что все стратегии роста, даже стратегии, построенные на импортозамещении, они все равно ориентируются на открытую экономику. Чтобы делать импортозамещение, нужен обмен технологиями. Если ты хочешь производить много у себя внутри страны, то тебе по-прежнему нужно покупать капитальные товары, станки и заимствовать технологии. И постепенно имплементировать технологии. А Россия, естественно, особенно с 14-го года стала уходить от вообще любой открытости. То есть она стала все более и более закрытая экономика. Как раз то, что мы обсуждали в застой 2, что даже те страны, которые в условиях авторитарных режимов росли, они по-прежнему полагались на открытость. Ну и Китай, этому классический пример. Китай полагался вообще на экспортный рынок. Это было не импортозамещение, это была именно экспортная ориентация. Но страны, например, Латинской Америки, которые делали импортозамещение, как правило, это не успешные стратегии, но тем не менее в некоторых случаях они удавались. Все равно это страны, которые сильно ориентировались на открытость. И вот ровно поэтому в докладе застой 2 мы говорили о том, что сложно себе представить отрасли, в которых в условиях авторкии можно достигнуть прогресса, чтобы это стало локомотивом роста в экономике 21 века. Ну, сыр научились делать. Возможно, да. Но, к сожалению, на этом нельзя построить очень богатую экономику. И в этом смысле мы как раз говорили о том, что была большая надежда на технологический сектор, на, условно говоря, сектор вокруг Яндекса. Это могла бы стать глобальной компанией, которая могла бы занимать рынки, ну, по крайней мере, соседних стран, экспортировать технологию и на этом построить высокотехнологичную экономику в России. Это вот была отрасль, на которую можно было полагаться. Ну, естественно, изменила все эти планы. Яндекса теперь в полной мере не существует. Но он пока еще существует. Есть российский Яндекс. Он планирует разделиться, по-моему. По-моему, они уже разделились. Значит, вопрос в том, где останутся основные технологические активы, да. Ну, вряд ли в России. Да, и опять же, как бы, что входило в стратегию, это выход на соседние рынки, это выход на рынки постсоветского пространства, но и на рынки центральной Европы, что сейчас стало из России делать невозможно. И в этом смысле это была одна стратегия роста, которую мы думали как реальная стратегия в условиях относительной закрытости. Вот. Но теперь страна полностью закрыта на какое-то время. И в этом смысле те предсказания, которые мы делали в докладе за 102, больше не актуальны. Как раз хотела про кризис 30-х годов спросить, но вы ответили. Вы там предсказывали кризис 30-х годов, ну, значит, не актуальны. Да, не, ну, надо понимать, что это была некоторая экстраполяция, которая была, как бы, экстраполяция по примеру Советского Союза, как это выглядело. Это как один из потенциальных сценариев. Но, что более важно понимать, мне кажется, это гораздо важнее подчеркнуть, что все как-то часто говорят о кризисах, как вот единомоментном событии, какой-то финансовый кризис, когда все его наблюдают, что вот там... Подождите, но мы к этому привыкли, а не так вот с какого-то года и идут единомоментно. Ну, на самом деле надо подчеркнуть, что больших кризисов по там уровню 98-го года, да, когда кажется, что вся экономика рушится в одном моменте. Такого мы не наблюдали давно, несколько недель после начала и они выглядели как кризис, действительно. Но потом все как будто бы стабилизировалось. Мировой? Нет, российский валютный и финансовый кризис, когда, значит, банковская система была отправлена на бессрочные каникулы, когда были введены вот как раз все меры валютного контроля и так далее, это как раз классический финансовый кризис. То, когда рубль подешевел в два раза за несколько дней, это как раз классический кризис, который быстро закончился. И вот почему-то огромный фокус именно на такие кризисы, потому что они как бы очень заметны. Но на самом деле это играет гораздо меньшую роль. Например, если есть одномоментный кризис, который приводит потом к быстрому росту, в этом нет никакой проблемы. Например, кризис 98-го года сменился очень быстрым экономическим ростом в России. И в этом смысле это как раз можно говорить об этом кризисе как о таком здоровом явлении для очищения экономики от каких-то там долгов, неэффективных компаний, неэффективных банков и так далее. кажется, сейчас не с тем мы имеем в виду. Вот, да. И как раз то, что я хочу подчеркнуть, это то, что 10 лет без роста гораздо хуже, чем одномоментный кризис, из которого происходит быстрый выход. В этом смысле экономисты это называют потерянное десятилетие. 10 лет без экономического роста гораздо хуже, чем даже достаточно большой кризис. А если у тебя 20 лет потерянного роста, то это уже такое безвозвратное отставание, которое наверстывать очень сложно. И вот как раз то, о чем экономисты больше переживают, это потерянные десятилетия. Их наверстывать гораздо сложнее. И еще не на шаг назад, возвращаясь к Яндексу, к закрытости российской экономики, то, что мы наблюдаем, вот кажется, там идет два процесса. Один процесс это закрытие экономики, который видят все как бы, и который. А второй процесс такой ползучий. На мой взгляд, это моя гипотеза, что формируется некая офшорная экономика вокруг, в соседних странах. То есть уезжает бизнес, уезжает компания. И формируется некое российское бизнес-сообщество и российская экономика за пределами страны. Ну, это интересно. Сложно представить, какой вклад в общее производство этой экономики. И какой страны, да, и куда она вкладывает. Она достаточно сильно ограничена, но по оценкам больше миллиона человек уехало за один год. Естественно, эти люди находят в себе занятия в других странах. Это естественный процесс. Я не уверен, что это привело к формированию какого-то такого очевидного национального комьюнити за границей. Ну, вот посмотрите на характерный пример Дубай, куда уехали очень много там людей, которые занимались бизнесом. Что они сделали? Они приехали в Дубай, посмотрели вокруг, поняли, что их это не устраивает. Тогда они привезли свои рестораны, свои салоны красоты, свои барикмахерские, свои, я не знаю, своих консультантов. Все свое. Все вот это вот так расставили. И теперь там, значит, сидят, и там, мне кажется, есть какое-то дубайское сообщество, а есть прямо вот кусок России, который там живет. рестораны, они нанимают тех же нянь, которых они нанимали в Москве. То есть они просто взяли и переместились в пространстве. Да, возможно. Но вот такой большой шок, не могу сказать ничего про Дубай сейчас, но похожий шок был большая эмиграция в Израиль в 90-е годы, когда туда приехало чуть ли не 20% населения, переехало из Советского Союза. 20% населения Израиля приехали в Израиль из Советского Союза в начале 90-х. И это очень интересный, такой естественный эксперимент, как страна к нему подстраивалась. Это поменяло там ряд индустрий в Израиле, поменяло их экономику. Но все же это скорее шок для экономики Израиля был в 90-е годы. Сейчас это, видим, шок для экономики Дубая. Но, что вы правильно говорите, это действительно офшорная экономика, потому что многие российские компании функционируют. Тот же Яндекс. Да, находясь в других странах. Я с вами абсолютно согласен. Просто вклад этого в ВВП довольно-таки ограниченный, и по-прежнему российская экономика в большей части остается построена. А непонятно, в каком ВВП это вкладывает. Это тоже верно, но российская экономика во многом построена на экспорте нефти. Даже если уедет 50 миллионов человек из России, то вот эта часть ВВП никуда не денется, скорее всего. А это основная часть производства. Вы лоббировали и писали статьи на экспортный бан российской нефти. Кажется, не сработало. Ну, смотрите, действительно, это очень важный вопрос. Когда банк началась, было сложно представить, что полтора года спустя она станет такой данностью и будет продолжаться, возможно, еще полтора года. Тогда, конечно, никто об этом не думал. Когда мы писали, соответственно, все-таки была такая идея, что мощные экономические санкции позволят восстановить здесь и сейчас. Это был, значит, март-апрель 22-го года. Ну, естественно, к июню стало понятно, что это уже будет продолжаться очень долго и экономические санкции не останавливаются. В чем было дело? В 22-м году европейские страны в основном говорили о санкциях. Была большая риторика. Настоящих санкций не случилось до 5-го декабря 22-го года. То есть поздно, вы хотите сказать. Да, к этому моменту уже произошло удивительно быстро произошла подстройка и европейской экономики, и российской экономики к новой реальности. Если бы эти санкции были в марте месяце, то ситуация могла бы быть другой. Если вы, может быть, помните, тогда шли переговоры между Россией и Украиной в Турции. И если бы были действительно серьезные экономические санкции, то эти переговоры могли бы пройти по-другому. Это такая гипотетическая возможность, о которой мы знать не можем, как бы это закончилось. Но это давало шанс. Когда эти переговоры привели ни к чему, и санкций не случилось в 22-м году, то стало очевидно, что после этого, ну вот уже к декабрю 22-го года, когда санкции на самом деле впервые появились на экспорт российской нефти, то они уже не могли иметь такого значения, потому что в этот момент 50% российской нефти уже покупал Китай. То есть Китай покупал до примерно 25%, а к концу уже 22-го года покупал 55% российской нефти. Никто не ожидал, что эта подстройка произойдет так быстро, но в равной мере никто не ожидал, насколько быстро Европа сможет отказаться от российского газа. Это вот некоторая новость для экономистов. Все-таки большинство экономистов предполагали, что издержки от вот этого разрыва будут больше и для Европы, и для России, а оказалось, что за год к такому огромному шоку экономики могут подстроиться. Вот в этом смысле как раз были с одной стороны экономисты, которые говорили, что самый дешевый способ для западных стран это полный эмбарго прямо сразу, который длится три года, это гораздо больше экономические издержки для стран запада, чем эмбарго прямо здесь и сейчас, сегодня. И было индустриальное лобби в Германии, в частности, которое говорило, что без российского газа невозможно предсказать масштаб падения немецкого ВП. Невозможно в том смысле, что он будет настолько большой, что мы ничего такого в данных не видели. Но вот оказалось, что это были не санкции. Путин в одностороннем порядке перестал продавать газ Европу в августе-сентябре 2022 года. И это не привело к отрицательному росту в 2022 году. Рост был маленьким, хуже, чем он должен был быть, но он остался положительным ростом в Германии в 2022 году. И это то, где... Ну, значит, вот прогнозы, которые давали экономисты, они говорили о небольшой рецессии. И, значит, были количественные оценки ее, но индустриальное лобби оказалось намного более убедительной с точки зрения европейских политиков. Вот это то, что произошло в апреле 2022 года. Почему, когда говорят о нефтеном эмбарнге, забывают про экспорт нефтепродуктов? Нет, никогда не надо об этом забывать. Россия экспортирует приблизительно, значит, примерно порядка, там, 25% экспорта это сырая нефть, и еще 16% это нефтепродукты, и еще 16% это газ. То есть это три основных категории, нельзя забывать ни про одну из них. Все остальные категории намного меньше. Если еще добавить к этому металлы, то это примерно 70 с лишним процентов экспорта. Все остальные категории, ну, может быть, еще есть алмазы на несколько процентов экспорта, после этого все не важно уже. И в этом смысле очень важно, что санкции, они были не только против сырой нефти, но и против нефтепродуктов, но эти санкции вступили в силу 5 февраля 23 года, то есть через практически уже год после начала войны. Мы пока не можем оценить их эффект, слишком мало времени прошло, то есть мы можем оценить эффект санкций на сырую нефть, потому что начался раньше, у нас уже есть первый квартал данных, где мы видим, что они действительно имеют существенное значение. Но пока вот нужен второй квартал данных, чтобы понять, насколько на санкции на нефтепродукты сыграли роль. Потенциально у них большая возможность, потому что этот рынок гораздо больше концентрирован с точки зрения России, его диверсифицировать гораздо сложнее. Рынок сырой нефти сейчас оказался уже полностью диверсифицирован. А нефтепродукты, соответственно, Европа была главным клиентом и найти альтернативных клиентов сложно. Но вот пока то, что мы потенциально видим из данных, что Россия стала намного больше продавать нефтепродуктов в Африку, но нам нужны полноценные данные насчет второго квартала, чтобы сказать, насколько это реально и насколько это такие мнимые вещи, которые мы видим из фрагментарных данных. Ну, в общем, санкции ввели, деньги на вну не закончились, все продолжается. Ну, пока даже серьезных санкций не было, например, Россия, часть международной финансовой системы. Все вот эти экспортные транзакции, весь этот сверхэкспорт, который был в 22-м году, он проводился через западную финансовую систему. Например, Газпромбанк никогда не был отключен от международной финансовой системы, и он позволял делать весь экспорт и импорт 22-го года. То есть в итоге все финансовые санкции на финансовую систему это Потемкинская деревня. Пострадали какие-то люди, которые пытались своих родственников вывезти из Украины, пострадали люди, которые уехали, а в общем российское государство не пострадало. Санкции в первый или второй день, которые были введены, это 300 миллиардов долларов. Это понятно. я сейчас про отключение от финансовой системы. Да, то есть вот эти 300 миллиардов долларов это реальные санкции. То, что Центральный банк попал под санкции, это реальные санкции. Они усложняют жизнь Центральному банку существенно. А отключение от финансовой системы не произошло. Да, это увеличило издержки, я с вами согласен. Причем людей не причастных вообще ни к чему. В частности, но это то, что называется collateral damage. Такие санкции не могут быть точечными. Они отключают всю финансовую систему. Но в итоге действительно большое количество банков через Райфайзенбанк можно было делать международные транзакции. В этом смысле достаточно одного банка, чтобы система не была отключена. И вот в этом смысле не стоит действительно преувеличивать, насколько серьезные были финансовые санкции в 22-м году. Миру комфортнее покупать российскую нефть. Ну, или можно сказать, миру необходимо покупать российскую нефть. Чтобы это делать, Россия не может быть отключена от финансовой системы. И это вот другая большая причина, почему серьезных санкций не было в 22-м году. А дальше, если нету этого инструмента, то остальные инструменты гораздо хуже. Какие вы видите сценарии для российской экономики после того, как он закончится? Ну, я бы по-другому, честно говоря, на это смотрел. Мне кажется, самое постоянное это вот то, что сейчас. Мы живем в периоде перманентной войны. Я бы к этому так относился. Как раз то, что я вижу как самый естественный процесс, это постепенное разрушение института государственности. Именно в России. Ну, вот появились какие-то милитаристские формирования. Человековагнар, давайте назвать вечное имя. Возвращается в Россию. Или то, что в Белгородской области происходит. Даже пока до конца непонятно, что это такое. когда произойдет утеря контролируемости институтов государства. То, что я хочу сказать. Мне кажется, невозможно думать сейчас об экономических факторах как об основных. Кризис не придет из экономики, скорее всего. Кризис, скорее всего, будет результатом, когда институты государства перестанут работать. Ну, вот, например, то, что кажется вполне реалистичным сценарием, попытка проведения второй или третьей волны мобилизации. В какой-то момент система с этим не справится. Ну, вот, например, то, что мы видели, что Собянин последние две недели мобилизации уже не захотел ее проводить в Москве. И, возможно, значит, если будет действительно большая вторая волна, то большое количество губернаторов не захотят участвовать в этом. Это же бунт. Да. Ну, это ровно то, что следует ожидать в таких условиях. Как это произойдет, каким механизмом, какая часть системы даст сбой, невозможно предсказывать. Но, судя по всему, из того, что мы видим, это не будет источником этого экономика. То есть, в бюджете есть дефицит, но это не такой колоссальный дефицит, который приведет к тому, что финансировать государство будет невозможно. На это деньги есть как минимум на год или больше. И, в этом смысле, система находится под огромным количеством стрессов с разной стороны. И, значит, вот где начнутся сбои в системе, сказать сложно. Но, мне кажется, как бы не думать об этом невозможно. Невозможно строить сценариев экономики 24-го года, не думая о всех рисках, которые в совокупности гораздо более вероятны, чем такое вялое течение в экономике с небольшим, но постоянным дефицитом бюджета. Мне кажется, что это просто неправильный прогноз. То есть вы хотите сказать, что довольно бессмысленно рассуждать про экономику, когда не все геополитические риски еще реализовались? Абсолютно. Именно экономика не является главным фактором. Риски, скорее всего, придут из других мест. И размер неопределенности сейчас настолько большой, что как бы строит вот этот прогноз при предположении и при прочих равных, что будет, вот просто ориентируясь на вот этот 3-4% дефицит бюджета 23-го года. Это просто самый неинтересный прогноз в некотором смысле. То есть делать сейчас предсказание довольно глупое занятие. Мне кажется, надо думать о сценариях. То есть нельзя сделать какое-то одно предсказание и думать, что это вот самый вероятный ход событий. То есть нужно исходить из разных сценариев. И опять же, мне кажется, экономисты не могут быть тут главными источниками информации, потому что основная неопределенность неэкономического рода. И возвращаясь к вашему основному научному интересу, я всегда хотела задать вопрос человеку, который может на него ответить. Люди, которые играют на рынке Форекс, они идиоты? На валютном рынке? Ну, если это их профессиональная деятельность, то они... Но если они центральный банк, то понятно, что... Нет, почему? У банков есть трейдинг-деск, которые профессионально этим занимаются. С одной стороны, есть дилеры, которые гарантируют, что этот рынок функционирует, они предоставляют ликвидность на этот рынок. С другой стороны, есть люди, которые должны принимать какие-то там решения о хеджировании валютных рисков. Ну, например, в частности, во многих странах есть выбор, в какой валюте взять моргидж, ипотеку. Когда вы принимаете это решение, вы неявно играете на валютном рынке. Вы должны формировать какие-то ожидания о своих рисках. Если вы, например, взяли ипотеку в валюте, то вы должны как-то менеджить этот риск. Нет, розничные люди. Люди, которые пришли с небольшими деньгами. Розничные люди с ипотекой очень часто оказывается, что они играют на этом рынке неявно, когда они берут ипотеку в валюте. Это происходит часто во многих странах. В этом смысле это нормальные экономические решения. Но пытаться заработать деньги день ото дня на этом, на колебании валют, надо понимать, что на этом рынке действительно есть прибыльность, но это сопряжено с огромной волатильностью. Если вы себе отдаете отчет в том, что вы берете колоссальный риск, делая это, то это правильно. Полагаться на то, что у вас есть какая-то информация, которая больше, чем у рынка, тоже невозможно. Поэтому в этом смысле это не самый интересный рынок, на котором играет, то, что называется sharp ratios, отношение прибыльности к неопределенности на этом рынке очень плохое. Неопределенность намного выше, чем прибыльность. В этом смысле инвестировать в акции гораздо больно разумное занятие, но экономисты всегда советуют просто выбрать портфель индекса акций и не смотреть на него день ото дня, а просто думать об этом как о долгосрочных инвестициях. Ну, в общем, идиоты. У всех разные предпочтения. Кто-то ходит в казино, правильно, это тоже. А кто-то на рынок форекс. Да, да, да. То же самое с биткоином и так далее. Биткоин тоже из той же оперы? Это спекулятивный актив. Как сходить в казино, да? Но, смотрите, то, что это называют криптовалютами, это в некотором смысле неправильное название, потому что о биткоине, этериуме, других криптовалютах начинают думать, как будто это валюты. На самом деле это просто спекулятивный актив. И это спекулятивный актив, у которого более или менее нет фундаментальной стоимости. То есть он просто построен на том, что кто-то завтра захочет его у вас купить. Вы зарабатываете деньги не потому, что вы его как-то используете, а потому, что вы его перепрепляете. Это тоже классический пример такого вот спекулятивного актива. Но на эти активы есть большой спрос, никто их не запрещает. У них есть небольшая фундаментальная ценность, они позволяют делать часто легально запрещенные транзакции через границы и так далее, выводить деньги из России или из Китая очень удобно с помощью криптовалюты. Это вот их единственная фундаментальная ценность. В развитых экономиках, где финансовая система работает хорошо, у них нет определенной фундаментальной ценности. Поэтому это чисто спекулятивный актив, ну или можно сказать актив, построенный на пузыре. Периодически эти пузыри надуваются, сдуваются. Если к этому относиться так, то действительно можно к нему относиться как к одному из активов, на которых можно сделать деньги с большим риском. Но относиться к этому как к валюте, в которой ты хранишь сбережения это неправильное отношение к криптовалюте. То есть это пузырь? Это спекулятивный актив, я думаю, так правильно говорить. А где еще пузыри сейчас есть? Пузырь это отклонение цены актива от его фундаментальной стоимости. В этом смысле если мы думаем, что у криптовалюты вообще нет фундаментальной стоимости, то это пузырь, но можно предположить, что у него есть фундаментальная стоимость в будущем. То есть фундаментальная производство. издержки на ее производство, которые фактически в равновесии привязаны к стоимости актива, потому что вы можете заработать деньги, если вы потратите меньше электроэнергии, произведя его. Это биткоин, это уже устаревшая технология, более современные криптовалюты не такие энергозатратные, в этом смысле они не такие плохие. Если спросить биткоин, это хорошо или плохо, это плохо именно из-за энергозатратности его. Кроме этого, это просто но при этом надо понимать, что возможно где-то в будущем у этих криптовалют появится фундаментальная стоимость, появятся какие-то вещи, которые только можно делать с помощью криптовалют. Пока мы этого не видим, пока это фантазия и в этом смысле нельзя однозначно сказать, что это пузырь, потому что возможно у каких-то инвесторов есть уверенность в том, что у него появится фундаментальная стоимость, они могут оказаться правы действительно. Когда еще появляются пузыри? Пузыри актив растет не за счет его фундаментальной ценности, а за счет того, что вы можете его перепродать дороже завтра, это часто случается на рынке недвижимости, где основная ценность квартиры например или дома, это то, что ты его можешь перепродать завтра по более высокой цене, в таких условиях возможно могут появляться пузыри. Это часто появляется, когда мы живем в условиях низких процентных ставок, это часто такие ситуации могут возникать. При высоких процентных ставках пузыри возникают реже, поэтому последние 20 лет это был период низких ставок, когда многие активы набирали стоимость, ну и вот например рынок технологических акций очень много потерял, потерял там 65% своей стоимости в 22 году, об этом можно думать как о пузыре, либо можно об этом думать как о неправильных ожиданиях, которые не реализовались. В этом смысле проверить достоверно, что что-то пузыри или нет сложно, то есть можно предположить, что вот этот актив похож на пузырь, но как правило сделать такой тест, что это точно пузырь мы не можем, потому что как только мы сделали этот тест, сразу бы все поняли, что это пузырь, и на этом скорее всего бы он закончился, поэтому все это построено на некоторой неопределенности. Ну а криптовалюты, куда все это приведет, скорее всего это приведет к stable coins, то есть скорее всего гораздо большую роль будут играть stable coins, они как раз больше похожи на валюту, потому что они привязаны к какой-то конкретной валюте, например, к доллару. Если при этом есть стопроцентные резервы, то есть вот если вы выпускаете stable coin, и у вас стопроцентные резервы в долларах, которые подкрепляют этот stable coin, то тогда тут нет никакого риска. Риск возникает в тот момент, когда это становится частичной резервы, когда вы можете выпустить 100 долларов в stable coin и иметь только там меньше 90 или 80 выхподкрепления. В этот момент stable coin превращается в банк, и тогда с ним связаны с банками, и так в принципе государство должно начать их регулировать, поэтому вот будущее этой отрасли это скорее всего переход к каким-то stable coin с частичными резервами. То есть время пузырей закончилось, возвращайтесь к земле. Не, пузыри будут всегда, то есть спекулятивные активы будут всегда, просто когда вы об этом думаете, надо заниматься риск-менеджментом. Инвестировать без риск-менеджмента это плохая идея. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!